Ещё один вопрос. А вот ваше личное мнение по поводу того, ну, все мы слышали, и вы наверняка об этом слышали, что в Госдуме, правительстве Российской Федерации находятся люди, которые имеют два гражданства, три гражданства иностранных. Как вы к этому относитесь вообще, вот как человек, как политик и прочее? Я никогда не скрывал и не скрываю, и хочу повториться, я советский человек. И у нас в СССР, да, была статья в Конституции, 64-я, измена Родины. То есть получил чужой бассейн? У нас не было в законе нигде там написано о том, что граждане чужого государства, другого государства, могут быть чиновниками и находиться на государственной службе. А почему у нас так происходит? У нас? Да, почему в России так происходит? Вы знаете, ваш вопрос может быть уместен, только не к нам. Мы с вами пять лет, в шестой год находимся в законодательном поле России. Мы пять лет с вами, пять лет терпим все то, что мы сегодня с вами имеем. И унижение, и оскорбление, и цинизм. Мы увидели все недостатки, которые в России есть. Мы увидели то, что чиновники, я говорю за власть, за чиновников, да, особенно за местных, что они даже не считаются с нами, да, то есть мы тоже для них. Вы понимаете, получается, мы в Украине своими не были, и в России своими не стали. И нам мешают быть своими и там, и другие, и все в России. Как раз вот эти вот политики, чиновники, которые имеют дуанное гражданство. Наша позиция, моя позиция, личная, личная позиция, она всегда была и остается прежней, что Госдуму надо разогнать, Совет Федерации разогнать, правительство России тоже разогнать, потому что я там никому не верю. Они все имеют дуанное гражданство, и как та же Родина, скажем так, и Родина, да, которую я, это кумир моего детства, да, и Зайцев, они же... Ну как, фигуристы, да, и я к ней очень уважительно относился до одного определенного момента. Сегодня я на нее смотрю как на изменника и предателя Родины, потому что я не могу назвать ни одного закона, вышедшего из Госдумы, из Государственной Думы, который был бы в интересах народа России, населения России, да, вне зависимости от национальности, как говорят. Мы многонациональный народ, но весь многонациональный народ почему-то страдает. А русских, почему-то русских, скоро придется заносить в Красную книгу, как и Севастополь. Так уже фактически заносить. Как я могу к ним относиться? Как я могу быть уверенным в этих людях, в том, что они нас не предадут, если они делают все, что им говорят, и они даже не пытаются защищать наши с вами интересы. Поэтому я еще раз подчеркну свое мнение, и я даже в этом убежден, и категоричен в этом вопросе, имеешь двойное гражданство. У тебя есть два дня, или Бог любит Троицу, три дня, на то, что ты определился. Или ты гражданин России, или ты гражданин США. Или ты гражданин России, или ты гражданин Великобритании. Или там, где они там еще, там, на Мальвах, на Мальтиях, или еще где-то они там. То есть у нас был недавно список в СМИ, опубликованы двойные гражданства, да? Ну да, все же. Песков. Песков, Иванов. Но я хочу подчеркнуть такой момент, может быть, меня многие осудят. Вот смотрите, фашисты, фашисты, они не уничтожали свой народ. Свой народ они... Они не уничтожали свой народ. Они уничтожали наш народ, советский народ. Полицаи, прислужники и приспечники уничтожали свой народ. Ну да, потому что им нужно было это. Да, они уничтожали свой народ, нас уничтожили. Сводили счет это. Я к чему это провожу? Я думаю, умные люди поняли, да, параллелька, которую я хотел провести, о чем я говорю. Я не хочу, чтобы меня потом обвиняли. А в чем вас, не в чем обвинять. Поэтому для меня сегодня есть фашисты на территории России, есть полицаи на территории России, есть свои. И я для себя уже определил, кто фашист, кто полица и кто свой. Да, и с кем быть. Да, и на чьей стороне быть, да. И кого защищать в случае необходимости, не дай бог, конечно. Ну, как вы считаете, это все-таки, наверное, зависит от жесткости нашего президента, то есть достаточно издать указ о запрещении, и, наверное, все изменится сразу. У меня сегодня была встреча с людьми, да, приезжали люди, которые делают соцопрос по поводу предстоящих выборов. И мне задали вопрос, каким вы видите губернатора в Севастополе? Да. Ну, какие бы вы требования даже выставили бы, в первую очередь, для губернатора, кандидатов. Я сначала, как мы говорим, Севастополец, да. Севастополец, ну, Севастополец я поставил на последний момент вопроса. Я хотел бы видеть, я сейчас объясню свою мысль. У человека должна быть совесть, чувство справедливости, достоинства, чести. Человек должен быть хозяйственником, и человек должен быть государственником. То есть он должен мыслить в интересах государства и того народа, чьи интересы он представляет. Ну да, и не быть марионеткой какой-то финансовой группы. Да. Вот. На сегодняшний день вы мне задали вопрос о президенте. Радует то, что наш президент шел с самого движенца, а не от партии. Ну, наверное, да уже, наперед. Вот. И он, как бы, наш представитель, глава государства представляет наши интересы. Да, я с вами согласен, что здесь многое зависит, конечно, от президента. С другой стороны, я понимаю, что даже если он этого и захочет сделать, ему не дадут либералы, и вот эти вот фашисты и предатели, и изменники, и полицаи какие-то. Так, может, надо от них избавляться? Каким-то законным путем? Нет, избавляться надо, но мы можем долго об этом говорить. Я вам скажу просто, даже вот закон, да, вот я, например, вот наша партия, я лично, мы не признаем выборы в Севастополе, в ЗАГС-собрания. Мы их не признаем. Ну, об этом многие говорят. Вот. Значит, если взять на то, что ссылается председатель конституционного суда Зоркин, в своих постановлениях, определениях, он ссылается, что это соответствует или не соответствует основам законодательства СССР и Союзных Республик. То есть, это подтверждение того, что законы СССР и Союзных Республик действуют. Так вот, я бы сказал бы так, что я не признаюсь сегодня даже депутатов Госдумы только лишь по одной причине, что закон о выборах депутатов Госдумы, закон о выборах местных советов, они не соответствуют основам законодательства СССР и Союзных Республик. То есть, нужно приводить все к основам? Конечно. И вот когда это будет приведено, тогда можно законно наводить порядок. Сегодня законы касаются таких смертных и таких, как мы с вами. Законы чиновников не касаются. Вот я просто хочу еще опять же, видите, я перехожу, начали мы с Кучерявого, да, о его поведении, изменении или не изменении, как человек, его жалеть, не жалеть там. Вопрос, что происходит сегодня в Севастополе? Я считаю, что в Севастополе сегодня ИГИЛ в лице Министерства культуры, именно министра Мединского. Вот давайте вот просто проведем параллель. Вот я в соцсетях задал вопрос, что общего между Большой Морской, да, у нас, и Матросским бульваром. Многие пишут, лестница или еще что-то. Нет проекта, я ведь видел. Да, я смотрю этот вопрос с точки зрения другой. Я не знаю, есть техническое задание или нет на Матросский бульвар и на Большую Морскую. Я не знаю, я его не видел, поэтому у меня есть основания предполагать, еще раз говорю, предполагать, что нет технического задания ни на Матросский бульвар, ни на Большую Морскую. Нет проекта ни на Матросский бульвар, ни на Большую Морскую, нет государственной экспертизы ни на Матросский бульвар, ни на Большую Морскую. Не был проведен тендер, согласно закону 44 ФСЗ, правильно, да? Значит, нет разрешения начала производственных работ на строительство, это положено, это по закону, не туда, не туда. Нет экспертизы культурно-исторического наследия, хотя спасибо Колесникову, Борису Дмитриевичу, бывшему секретарю партии «Единая Россия». Ну, видно, Бог услышал нас, его упустили на землю, он вроде как стал проявлять человеческие качества и начал биться. Потом сбросил приказ представителя Мединского в Севастополе, директор, кто он там, начальник, не знаю, Севастополь, Рязанов, по-моему. Вот, о том, что не требуется экспертиза и что по Большой Морской, по улице Гленина, Должуков там ничего исторического нет. Ну, это бред. Как это? Дома имеют историческое значение, а земля не имеет историческое. Ну, вот я еще раз хочу вернуться к тому, что сегодня и в Украине, и в России власть... Не слушает таруков. Власть нет. Я говорю о чиновниках, да, что люди не на своем месте, они нас за дураков считают, но на самом деле они выглядят сами такими. Понимаете, в чем дело? Они некомпетентны, они не знают, они вешают нам обширь на уши. Они, наверное, забыли или верят в то, что мы не думаем. Понимаете, в чем дело? И поэтому и ситуация такая между Украиной и Россией сегодня. Вы послушайте украинских политиков. Да можно и послушать наших российских политиков, да, что творится. Ну, глупость на глупости. И я бы еще хотел, вы знаете, подчеркнуть один момент, раз мы уже коснулись выборов и всего остального. Вот я считаю, что на сегодняшний день наш враг, еще наш враг, да, это политтехнологи. Ну да. Которые за деньги, за бапло приводят к власти нечистоплотных, непорядочных, нечестных людей или же эти политические силы. То есть на сегодняшний день политтехнологи, наверное, враг номер один. Они же придумывают СМИ, грязь, пиар людей, обкакивают, там, всякий бред. Это дают общественное мнение по поводу. Да, вы же знаете, почему даже нашу партию тоже на выборы не пустили. Ну, конечно, знаешь. Да, я, оказывается, сидел в тюрьме, я об этом и не знал, и поэтому партию не допустили, и справедливости добиться до сих пор не может. Поэтому это все взаимосвязано, я думаю, это геополитика, поведение политической элиты власти в Украине, да, это все-таки геополитика, это настроено на то, чтобы все-таки Госдеп хочет и раздробить сейчас и Россию. Они уже в Советском Союзе раскололи, да, и хотят тоже расколоть и Россию на маленькие там республики, да, чтобы везде были цирки, княжества, цирки и все остальное. Поэтому, ну, наверное, вы знаете, что Маргарет Тэтчер в своих высказываниях говорила, что на пост, когда была жива, что на пост в Советском пространстве должно остаться не более 15 миллионов человек. То есть она имела в виду вообще со всего Советского Союза? Вы знаете, мне неинтересно мнение Маргарет Тэтчер. Мне достаточно того, что я услышал о Чубайсе, который там заявил о том, что они хотят помочь уничтожить население. Да, есть видео, где он об этом решили, что они сделают, приложат максимум усилий, да. Вот, и достаточно выступления, которые Греф делал. Ну да, когда он заявил. Да, в народе, да. Что ему нельзя говорить, потому что мы должны манипулировать. Вот это и есть представители Госдепа, это и есть изменники, предатели. Но это и есть силы на фашизм, фактически. Это и есть, да, это и есть. Признаки. Да, и они до сих пор очень хорошо себя чувствуют, очень хорошо. А это, как это, обслуживают деньги, бюджетные деньги, да. Никто с них не спрашивает. Государственные деньги, деньги народа, как я и говорю. Никто с них не спрашивает за это. Ну а что с них спрашивать? Взял деньги, а потом говорит, а что у нас спрашивают, да. Нанотехнологии. Вы, наверное, слышали, да, за лекарство. Да, да, да. 26%... Которое разрабатывало. Нет, я забыл, хотел бы сказать название лекарства. Зашел в Википедию, посмотрел. Разрабатывал под эгидой Чубайса. И это лекарство, значит, мужчина, ну, наших детей делает бесспорно. То есть, ну, что, население, это лекарство от простуды. Она как-то в голове крутится. А чего никто не спросит с ним? Почему никто не спросит? Так, а продукты питания, поймовое масло, другие добавки? У нас в Госдуме сидит КПРФ, ЛТПР, Справедливая Россия. Да, их пусть сегодня мало, пусть их мало сегодня, но это не наша вина в том, что их мало. Плохо работали, плохо работали. А мне кажется, что вообще эти партии парламентские, это просто хорошо организованный спектакль, бизнес. Да, мы уже все великолепно знаем, и в Украине, и в России, что исполнительная, законодательная, судебная власть, это все бизнес.